Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Каковы обязанности христианина по отношению к друзьям? Можно ли прекратить общение с друзьями юности, которые ничего в жизни не добились, пьют, не работают, обозлились на всех? В общем, токсичные. Человек токсичный и уже давно не тактичный может именоваться, конечно, другом юности, но не другом, как называет Христос своих учеников, не называя вас теперь рабы. Но друзья, друг – это прежде всего существо единомысленное. Это тот, с которым объединяют нас столь же крепко, как узы супружеские, объединяет нас единомыслие и служение общим идеалам. Вот что делает людей друзьями. Поэтому какие-то наши общие знакомые, знакомые из далекой древности, с которым ныне нас уже это самое единство ценностей жизненных не объединяет, может быть и достойны всякого снисхождения и терпения, и дружеского привета, какой-то поддержки, но никак не представления их в качестве своих никогда не отпадающих ближайших своих друзей. Неплохо, конечно, что по прошествии 30 лет вы не забыли друг друга, но бесконечно важнее то, что сказал Христос после того, как Ему указали, что вот матерь твоя и братья и сестры здесь ищут тебя видеть. Христос говорит, кто мой подлинный родственник, тот, кто исполнит волю Отца Моего Небесного, тот и брат, и сестра, и матерьми есть. Так и для нас подлинные друзья – это те, кто друзья Христу. Мне же взяло выше близки твои друзья, близкие к тебе, Господи. И это вполне яркое и ясное осознание должно помогать нам фильтровать для общения тех, кто рядом с нами, потому что худые сообщества развращают добрые нравы. И блажен муж, который не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищу губителей не седи. Поэтому, если мы замечаем какое-нибудь очевидное влияние губителей нечестивых через наших давних знакомых, то никто не может вынудить нас продолжать частое и доверительное общение. Молиться о них, конечно, молимся. Сочувствовать им, конечно, сочувствуем. При крайних обстоятельствах помочь в чем-то, по мере сил помогаем. Но особенно впускать свою жизнь и делаться сильно близкими с людьми неблагоустроенными неблагоразумно, потому что непременно проявится его неустроенность и в ваших отношениях, и будет вам весьма горько, что человек, объединенный с вами общей древней историей, историей вашей юности, оказывается совсем иными стихиями, живет, чем вы в эти уже взрослые времена. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.